Вот вы обронили реплику насчет того, что современное искусство в Одессе не так представлено, как в Москве. Вы знаете, Кирилл Разлогов, не знаю, является ли он автор этого термина, он последние годы употребляет такой термин, как «новые варвары», говоря о людях, которые, условно говоря, командуют искусством, не понимая его. Вы замечаете такую тенденцию или вы считаете, что Разлогов где-то в чем-то заблуждается? Что сейчас очень многие люди, от которых зависит, в каком направлении будет развиваться культура, они не знают классического искусства, но знают современное и не очень понимают масштабы, соотношение масштабов. Я не знаю, кто эти люди, Жень, честно, я просто не понимаю, про кого идет речь. А я тоже не знаю, он конкретных фамилий не знал, он говорит, что сейчас командует культурой «новые варвары». Я не знаю, кого именно конкретно он имеет в виду. Просто те люди, которые занимаются современными искусствами, которые успешны в этом, я имею в виду, которые возглавляют какие-то крупные институции, это все люди очень образованные. Ну, я не знаю, Оля Свиблова, Вася Церетели, Катя Дегр. Это все люди, образование, у которых можно позавидовать и которые знают очень много. И в том числе знают про старое искусство в том числе. А кто это? Ну, может быть, наверняка есть какие-то люди невежественные, надо с ним поговорить. Нет, ну, знаете, ведь большевики тоже были, как мы знаем, людьми очень образованными. И это были интеллектуалы, тем не менее, они там сочли нужным очень многое разрушить до основания, чтобы затем построить новое. Может быть, что-то имеется в виду? Вы не видите таких тенденций? Нет, нет, я не вижу. Наоборот, абсолютно наоборот. Я со стороны вот тех людей, которых я говорю, которые определяют, если мы не говорим о каких-то, ну, много разных людей на свете, как говорится, у них разные взгляды на жизнь. Но именно те люди, которые определяют, эти люди более чем способные к разговору и уважающие. Но правда это так, поскольку я всех их знаю, с ними сотрудничаю, их уважаю. Поэтому ничего такого в голове у них нет, я это могу точно сказать абсолютно. Они очень любят старое искусство. И если кто-то и ходит на выставки старого искусства, на самом деле, которые именно в нашем музее происходят с регулярностью завидной, то это эти люди, именно они этим восхищаются. Поэтому абсолютно, это абсолютно не так. Но те люди, которые по сути своей, по натуре разрушители, такие люди тоже есть. Но они всегда будут, и, наверное, они тоже существуют в нашем мире, это неизбежно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.